Давайте закройте и не пустим. Четыре большие святини находятся в этом федеральном заборе. Самая главная святая, это одесса Амазан, святый Маслов. Здесь под столбом, под студом находится Хитон Иисуса Христа, хранится здесь. Когда распяли Христа после его смерти, когда после распятия кремляне начали уничтожение одежду Христа и всех убитых людей, вот тогда достался Хитон грузинскими вверх. Вы видите, срубленное дерево на могиле Сидонии мы в начале четвертого года приняли христианскую религию. Когда решили построить церковь, по совету святой Нине, по приказу царя Мирена, на его могиле было дерево. Срубили этого кедра и началось с перетечения, перерезали из кедра семь столбов. Одну колонну не могли никак сдвинуть место. Были вынуждены, остановили и прекратили строительство. И после молитвы святой Нине, на утром, все стали свидетелей такого чуда, что это было явление ангела, как будто с огнем в огне, как колонна поднялась, поднялась в высоко воздухе и опустилась на том же месте, где было срубленное дерево. И отсюда название церкви, святисхопели – это «животворяющий столб», так это переводится на русском языке. Вот в этом кресте, в самом нижнем части, здесь хранится фрагмент креста Иерусалимского, на котором распяли Христа. Вот вы видите, в честь кого освящен этот собор, в честь 13 способов ассирийских. Идем еще в один предел, где еще продолжить нам рассказывать экскурсию. Символ того, что он был у нас, вошел, ходил и проповедовал христианскую религию, посекло в его святые мощи. Посмотрите, кто не... Посмотрите... Здесь находится колодец. Это очень интересный колодец, который назывался «Конодец и пророков». В южной стене сфреска, где Иисус, Ангелы, звезды, знаки Зодиака тоже вместе. Но это не гороскоп, а это псалмы Давида Пророка. Стосу рука, смотри, Псалты и что. Видите, как кувуклия прообразно. А тут фрагмент 17 века, который был там. Англический тоже знает чуть-чуть, но грузинский знает и знает, да вот такой у нас. Первый день мы пришли, не знаю, даже позавтракать, пообедать, вот шесть вечера по местному времени. И потом опять пойдем в собор, там служба сейчас закончится и еще у нас будет встреча с батюшкой. Первый день подходит к концу нашего паломничества. Сегодня посетили основной храм, основную святыню. Завтра воскресенье. Будем молиться на литургии. Ну и дальше буду вам показывать. Рыне Господь.